Добрый день! Я Денис Гуськов, я бренд-шеф завода мяснов. И я хочу вам рассказать про наш звездный хит утку, фаршированную айвой, сухофруктами и апельсином. Сегодня я как раз расскажу, как сделать данную утку главным блюдом вашего стола. Утку вы получаете полностью замаринованную, зафаршированную. Что надо сделать, чтобы утка получилась великолепной? Самое главное, вытащить деревянную шпажку, которую мы делаем специально, чтобы начинка при доставке не рассыпалась. Далее мы с вами берем заранее подготовленную фольгу и оборачиваем ножки утки. Это делаем для того, чтобы они не пригорели. Лучше это делать двойным-тройным слоем, потому что ножки утки и крылышки, которые мы тоже сейчас обернем, более тонкое мясо, и чтобы они во время выпечки у нас с вами не горели. Также мы заворачиваем хвостик, чтобы он также у нас не пригорел. Утка подготовлена к запеканию. Осталось ее только переложить в противень и запечь. Утку мы ставим в предварительно разогретую духовку до 140 градусов. Время выпекания 2-2,5 часа. Это зависит от размера утки. Совет номер один. Во время выпекания периодически смотрим на утку и поливаем ее соком, который она будет выдавать во время выпечки. Это нужно для того, чтобы утка получилась сочной и нежной. Совет номер два. В конце выпечки можно добавить 10 минут и 180 градусов, чтобы утка получилась ароматная, аппетитная и с корочкой. Совет номер три. Духовка включается на теплые тены вверх и вниз. Утку ставим посередине духовки. Наша утка готова. Осталось ей дать отдохнуть несколько минут и разделать ее на кусочки. Перекладываем утку на доску, и я покажу, как правильно ее разделывать, чтобы ее подать красиво на стол гостям. Не забудьте перед разделкой утки снять фольгу. Разрезаем утку пополам вдоль хребта. Для этого лучше использовать хорошие крепкие ножницы. Раздвигаем нашу утку, чтобы достать наш ароматный гарнир и положить его в отдельную чашечку. Ммм, какая аппетитная и ароматная наша уточка. Слегка утрамбуем наш гарнир ложкой в чашечке. И можно сделать очень красиво. Накрываем блюдом и переворачиваем. В это блюдо мы сейчас выложим с вами порезанную утку. Разрубаем курочку пополам. И каждую часть мы с вами разрезаем на кусочки. Сначала отрезаем ножку. Пытаемся поймать сустав. Дальше также надрезаем крыло по суставу. Пытаясь поймать сустав. Слегка подкручивая, чтобы было удобней. Большое крыло утки мы делим еще на две фаланги. Также по суставу. Оставшуюся полутушку разрезаем на небольшие кусочки. Большим острым ножом. Выкладываем к нашему гарниру. Рождественская утка это главное блюдо вашего новогоднего стола. Каждый гость может выбрать понравившийся ему кусочек. Добавить гарнир и брусничный соус мяснов. Приятного аппетита! Готовьте скулт клевер. И пусть на вашем столе всегда будет больше вкусных блюд.